Значит, если у нас ничего не получится... Кто молодец? Очевидно, что я. Так и снимаются волосы. Спасибо, что хотя бы уже не мочу, отбеливали волосы, и то нормально. Главное событие дня. Эээ, да у меня снова новые волосы. Всем хай! В общем, дело в том, что я сейчас нахожусь в подъезде, как вы могли заметить. И важнейшая новость этой недели заключается в том, что я буду делать наращивание волос. У меня снова настроение длинные волосы, ну то есть реально длинные, я хочу такие, и я не знаю, сколько я буду с ними ходить, но мне хочется верить, что ходить с ними я буду больше, чем одну неделю. История моих волос в 22-м году. Мне надоело мое коре, я решила нарастить длинные белые волосы с сохранением черно-белого стиля. Но мне не понравилось, потому что я выглядела слишком нормально, я хочу выглядеть странно. Я попросила, чтобы мне сделали покороче, но все равно было что-то не то. А потом я увидела Аята и захотела прическу, как у него, но... Что-то пошло не так... И я сделала еще и голубые волосы, а не только прическу. А потом я приехала к подруге в гости, у нее была рассылка от красок, и мы подумали, решили, давай сделаем цветные концы, ну в смысле, поярче. Цвет мне понравился, но прическа начала бесить, потому что в отличие от прически Сяо, я не смогла к ней приноровиться. И меня подстригли под малет. В какой-то момент я сделала косплей на джинкс. Мне очень понравилось, как выглядит цвет на мне в косплее, и, в общем, в жизни я тоже попросила более синие и яркие. Но без косплея и макияжа мне вообще не зашло. Потом я улетела в Европу на месяц и просто ждала там, пока мой цвет смоется. А потом я вернулась домой и первым делом в ночи обесцветилась и покрасилась дома. Цвет понравился, а вот надоела мне эта длина, поэтому мы пришли к тому, к чему мы пришли. Кстати, про Сяо... Вот знаете, у меня сейчас длинные волосы, и я думаю о том, что... Лежит у меня там парик на Сяо с короткими волосами. Тут как бы Реран еще сейчас. Может быть, сделают образ на него? Да, я сделаю образ на него. Пока я делаю образ на Сяо, кстати, хотела вам рассказать о том, что я недавно послушала саундтрек Путь Якса, и эта тема его официальная. И недавно, короче, у Геншин Импакт они выпустили свой музыкальный альбом и провели серию концертов. Музыка просто потрясающая! Я очень сильно ждала Реран Сяо. И вот, наконец-то, он случился! В прошлый раз я его не успела выбить, а сейчас выбила. И Фуку тоже выбила. И теперь максимально наслаждаюсь. Какой же он вообще потрясающий. Кстати, вы меня часто спрашиваете, какие мои любимые персонажи. И вот, наконец-то, у меня целый пак из моих любимых персонажей. Так что сейчас я вам их покажу. Ну, значит, Сяо. Мы уже поняли, что Сяо. Сяо как бы вот потрясающий. Ну, когда я узнала, что Аято озвучивает еще мой любимый Сео, это был просто максимальный восторг. Плюс Аято максимальный краш. Я не знаю, я его безумно люблю. Аято. Потом моя первая Геншин любовь, это, конечно же, Нин Гуан. И, конечно же, Ито. Ну, я думаю, Ито, в принципе, очень уважаемый молодой человек. Его все безумно любят, потому что у него безумно красивый дизайн. Он классный. Он очень смешной. Короче, Ито просто вообще ван лав. Кстати, сейчас я очень жду баннер Куки. Буду обязательно ее крутить, потому что я хочу, чтобы их банда была полностью собрана. И, естественно, я ее буду выбивать. Короче, в Геншине мне еще очень нравится то, что здесь огромное количество персонажей на любой вкус. Даже вот я сейчас листаю, они все абсолютно друг на друга не похожи. И все безумно потрясающие. Если вы хотите, там, не знаю, девочку-лису, пожалуйста. Хотите играть за Сёгу, но тут есть и такое. Дама Скорре, кстати, новая девушка. Безумно-безумно красивая. На самом деле, очень хочется кого-то еще закосплеить из Геншина. На кого сделать образ следующий. Кстати, ребят, игру можно скачать по ссылке в описании. Или по QR-коду, который вот вы видите на экране прямо сейчас. В Геншину можно играть на Иосе, на Андроиде, на PlayStation 4, на PlayStation 5 и, конечно же, на ПК. А я вам всем и себе в том числе желаю удачных круток, потому что это нам еще понадобится. Продолжаю историю волос. Первый шаг наращивания. В этот раз я хочу оставить перец вот как он есть, потому что мне нравится вот это вот. Вот это вот. Да, вот это мне нравится. А вот там вот, где сейчас вот эта штука, просто сделать супер длинные волосы. Супер, это что для тебя? Что все красные, понимаете? Ну, типа как у тебя. Это не супер длинные. Это не супер длинные, ну ладно. Вот, это понятно. То есть, сегодня вот так вот. А делаем вот такие же синие? Нет, по цвету мы сейчас делаем вот такой вот план серо-белый, как у меня. Ага, это просто у меня тонировочная штука, чтобы брать желтизну. Она смоется через два применения, поэтому больше не. Мне кажется, что просто так протонировать все равно будет. Да. Кажется, наверное, не заснувалось, а ты больше не парилась. Я подумала. Я подумала и решила, что раз они могут, то пусть будет серебристый, как сейчас. На самом деле, если бы я пришла в новое место, то я бы никогда не доверила покрасить мне волосы серебристые, нарочные, потому что нарочные волосы всегда дорого. Но так как я была уже в этом салоне, потому что доходят буквально все мои друзья, то, естественно, я сказала, ладно, я вам доверяю, вперед. Так и снимаются волосы, чтобы снова их нарастить, чтобы, я не знаю, сколько с ними проходить. Я устраивала социальный опрос той самой социальной сети, и я спросила, как думаете, сколько я прохожу. Знаешь, какой самый популярный ответ был? Мало, день? Три. Такой-то у меня царский ладо просто, очень красивое. Ну и, собственно, все. Вот в очередной раз у меня почти волосы закончились. Осталась только моя длина. Кстати, они достаточно такие уж длинные, мне так не привычно, потому что там нужно что-нибудь короче. Помыли волосы, и вот я стою на коне волос. Тут даже есть розовые, я уже почти забайтилась, но нет, меня так просто не размешь. Розовые. Блин, конечно, красивый пипец. Кайфово. А так, короче, у них выглядит место, где они прям прошивают нарощенные волосы, чтобы каждому клиенту, типа, сделать идеальный цвет волос. Ага, вот они мои волосы. Только в этот раз к ним еще я хотела добавить черных прядей, как в 90-х. Это куричневенькие. Это прям черночина. Ага, я бы хотела черные съесть. Вот это вот, наверное, да, черные, и синий черный он. Ну да. Давай его и возьмем. Ага. Сейчас подстригать, да? А, вот эти вот как раз мои выжженные, обесцветленные волосы, которые я круто, конечно, обесцветила. Мастер, это я. Что, вот снова короткие волосы. Блин, а теперь мне настроение оставить так. На этом этапе я вообще подумала, надо ли мне наращивать волосы, потому что мне очень нравится, как выглядит такая длина. Нет, ладно, мы не оставим так. Все, начинается. Вот первый мой длинный волос. Смотрите, какой он эллиантный. Ой, фига себе он длинный, вот это да. Он прям мне аж по бедру. Фига. Ну все, так оставляем, девочки, мальчики. Я заинтересована. Прикольно, что они тоже стали какие-то серо-сиреневые. Стали, да? Ага. Кстати, кто давно меня смотрит, помните, раньше уже я всегда делала только ленточное наращивание. Короче, я всегда была уверена, что делать капсулы это очень долго, потому что мы всегда пугались, что это наращивание занимает 5-6 часов, а лента типа занимает на 20-40 максимум. И я такая думаю, блин, ну не, ну кто вообще делает капсульное наращивание, 6 часов сидеть на наращивание, это кринж. Но в этом салоне, собственно, почему у меня вся кореша туда ходят, всегда все мастера работают в паре, и поэтому тебе все наращивание занимает, ну, где-то максимум часа 2. А сколько у вас получается времени уходит на полное наращивание, ну, когда, типа, стандартная ситуация? Вы реально же достойно все наращиваете? Фига себе. Преимущество капсулы над лентами, то, что, во-первых, ленты нельзя завязать в высокий хвост, ну, точнее, можно, но это такой геморрой, это просто, вот, типа, и серии лучше нахрен ничего не делать. А второй плюс, ленты, ну, где-то уже дней, по крайней мере, через 20 у меня их нужно было всегда обновлять, потому что они уже начинают сваливаться, клей начинает расклеиваться. А капсулы, типа, можно носить по 3 месяца и только потом корректировать, так что, мне кажется, это в целом нормальная идея. Поэтому мне очень интересно послушать мнение тех, кто тоже делал и капсулы, и ленты, и кому есть с чем сравнить, вам что вообще нравится больше, капсульная или ленточная? А еще вот здесь вот у меня голубая полоска и, естественно, очень хреновое обесцвечивание, не обращайте внимания, я дальше пойду к моему мастеру, потому что он меня будет стричь и выравнивать цвет. Тут ребята тоже делают окрашивание, но у меня есть свой мастер, поэтому я всегда хожу к нему. Так, продолжаем наращивать, ну, типа, смотрите, мне реально очень нравится, потому что это был изначально прикол, что вот такие длинные, но теперь это реально перестает быть приколом, потому что вам это выглядит очень, типа, странно и круто. Мне нравится. А вот эту часть я полностью оставляю, потому что она мне тоже нравится, и это выглядит странно и круто. А еще мне очень нравится, что меня прекрасно понимают, что я хочу, потому что мне кажется, я так объясняю, что ни хрена непонятно, что я хочу, но почему-то не понимаю. Продолжаем наращивать, там вот у меня уже целый хвост. Я думаю, что будет очень круто и очень красиво. У меня просто нет золка, вот здесь просто толка, я чувствую, как здесь круто, и вот моя длина волос на данный момент. Я просто, я умираю. Они даже не входят в зеркало, горло. Вообще класс. Просто типа. Мои ванны, они такие милые. Что это? Я просто в улице. Нарастила волосы, говорит она. Не хочу длинные волосы, говорила она. Что это? Вы знаете, как-то в самом начале я все-таки сомневалась, особенно когда меня полностью постригли от черных прядей. Я подумала, блин, вот эта прическа выглядит классно, но сейчас мне так нравится, я просто не могу, это офигенно. Я ору, но мне нравится. А теперь по классике обзоров салона показываю вам интерьер. Здесь все выглядит очень вот так вот. Не скажу, что фэнси, но это как бы и фэнси, и трешовенько одновременно. Все, как я люблю. Короче, для настоящих альт. Вот прям вот если вы за альт наращиванием в норм место, вот вам прям реально сюда, в го волос. Так и называются они, го волос. О, смотрите, какой красивый мне принесли, вазочка с конфеткой. Вот, черная американа. Предложили еще коктейль, но коктейль нет, потому что я за рулем. Я не могу в розы яру. Это ж надо было додуматься до такого. Но мне очень нравится, что никто не стал задавать мне никаких вопросов. Просто, да, мы сделаем. Что еще хочешь, хочешь розы добавим? Я такая, нет, ну ладно, если хочешь, добавим. Кокетка, ура! Блин, как же круто. Я не могу. Очень нравится. Подожди, хвостик, посмотрите. Сейчас, подожди, хвостик. Подожди. Блин, так круто. Мне там нравится. Они такие длинные. У меня таких длинных волос я с ним не было. Жесть, просто смотрите. Они даже не входят сюда. Я угораю, они реально не входят в зеркало. Знаете, что там еще башку у меня сейчас будут делать? Вот, ну, блин, хайп. Я вообще в восторге, на самом деле. Конечно, у меня волосы вот тут все мои серо-зеленые, но это понятно. Мне их будут потом красить. Но вот честно, не знаю, почему в тот раз, когда мы делали длину, я сюда же ходила, было прикольно. Но сейчас мне прям вообще очень нравится. И меня вообще не бесит. Я не знаю, с чем она связана. Возможно, с тем, что челка или цвет какой-то прикольный. Ну, в общем, класс. Следующий этап – красить волосы. А я прям довольна. Мне кажется, мне идет. Даже с такой дурацкой прическами, но мне кажется, что мне идет. Второй шаг. В общем, настал день икс. Сегодня я пойду к своему мастеру, чтобы ровнять весь цвет, чтобы мне нормально корни покрасили, и чтобы цвет весь был равномерный сверху донизу. И, короче, перед этим, ну, все знают, я красилась вот этой вот краской цене реклама. И мне очень понравился цвет, ну, потому что цвет офигительный. И я не знаю, как он отреагирует. Если я притащу ему с собой эту краску и скажу, что мне нравится этот цвет. Я не знаю. Ну, скорее всего, он будет красить чем-то другим, потому что, мне кажется, что он совсем сойдет с ума, если я притащу ему это и скажу, блин, блин, покрась, пожалуйста, по-братски, мне цвет нравится. Но, короче, хочется, чтобы у меня было что-то такое. Потому что офигительный цвет. Просто вот, наверное, сейчас мой самый любимый. Так, все? Ну, короче, здесь все очень просто. Я нарастила волосы, но как обычно, ничего нового. Вот, а еще мне понравился вот этот цвет Поэтому, если ты не умрешь от кринжа Давай, может, его сделаем Но если умрешь от кринжа, то делай свой какой-нибудь Да, значит, если у нас ничего не получится Да, ты понимаешь Все получится, даже у меня получилось С моими кривыми руками Ну окей, значит, делаем Ребят, держите за настройки Основной вопрос сейчас в том, чтобы сравнять цвет Потому что, ну, походу, по стрижке Мы ничего особо не будем делать И мне, ну, объективно все нравится Осветляемся Наконец-то корни будут под цвет волос Блин, прям реально рада, что тебе нравится наращивание Потому что, ну, объективно это тоже нравится Я к ним, получается, ходила, когда в тот раз делала волосы Потом еще раз, когда они у нас голубые были Они напеределывали вот сейчас Ну, типа, у меня реально ноль претензий Я прям радуюсь, что тебя тоже впадывает Нет, девчата молодцы, они грамотно работают Понимают, что делают Ну, то есть, мы понимали, что нужно корни оцветлять И они на корни не залезли Наши с тобой волосы Притом, что я даже ничего не говорила Потому что они сами это сделали Потому что они, видимо, поняли, что я пойду потом краситься Но я только сказала Типа, мы сейчас делаем наращивание, а потом я пойду И мы будем доделывать, типа, со стрижкой, с цветом Поэтому, типа, не парьтесь Они такие, о, принято Блин, как же мне нравится этот цвет волос на удивление Я прям вообще не могу Я даже никогда не думала, что мне серый подойдет Длинная волос, конечно, все еще меня убивает Очень длинная Тоже не вмещается Ну что, первый этап Не такой интересный Мы здесь, значит, читаем Содержимое аммиака 5-230 Аммиак нам с тобой не нужен, потому что он осветляет волосы А мы с тобой волосы А вы уже осветлили Что нужно делать? Нужно вылить содержимое в флакон И перемешивать его в 15 Да? Ты будешь в 15 минут мешать мою жижу? Да, чем мне заниматься? Буду мешать эту жижу, выгонять из нее мясо Реально? Да Ладно А вторую жижу тоже возьмешь тогда уж сразу? Ну, они одинаковые Да, они абсолютно одинаковые Да-да-да Ой, что воняет Ну вот, нужно эту бонзь, значит, ну не так О, нет Давай я сама повоняю жижу Тебе залипательное? Да ладно, воняй Помните лайфхак, как заставить клиента работать? Это значит лайфхак номер 2 Стоит, воняет жижи Оно дома не воняло Почему оно тут воняет? Нет, ничего Оно реально воню пахло Магия Потому что вы в бутылке все это делали? Здесь вылили? Да, скорее всего так Там вообще не пахло Ну, потому что ты на голову наносила, а сейчас ты носом не ищешь Чуть-чуть, не ухаешь, не ищешь Мы обсуждаем, что животные похожи на хозяев Похож ли мой кот на меня? Вот они, желтокорни А может все-таки желтый, вот такой как корни? Ладно, не сегодня, но мы сделаем такой желтый, ты не думай Мне эту идею, она у меня уже давно была Желтый цвет, золотистый цвет, он может выглядеть и очень секси, очень красиво Но чаще всего это был просто результат некачественной работы Да, это был косяк Вот, потому что просили, как обычно, белый, белый, серый Платиновый блонд, все хотели, вот, это был платиновый блонд Вот, а если, ну, как бы, у нас цель такая, то это вообще другая история Ну, да Можно же сделать, очень качественный, очень дорогой, золотистый цвет Ну, вот мне нравится, прям, вот, как вот здесь, вот Я только обязательно бахну А-ля Мерлин Монрошин Ну, типа, да Даже, знаешь, у нее больше, немножко, все-таки белый присутствует Ну, или этот цветкор Спустим, прям, больше желтого Там цветкор, у нее, вообще, ни разу не было одинакового цвета волос А, да? Реально? Прикольно Реально, это каждый раз была, да, да Это каждый раз была Разная история Разная история, потому что, да Потому что то время еще все сложнее было с красками Конечно, блин, еще бы Решно, спасибо, что хотя бы уже не мочой отбеливали волосы Это нормально Да, я, кстати, у меня есть здесь по этому Опыт отбеливания мочой? 10 фактов про, да, про блондинок Там как раз отбеливание мочой Отбеливание с этот, агальским мылом из козьего жира И этот Лимонная кислота, естественно Лимонная кислота, это значит рококо Это пудра свинцовая, барокко Да, люблю Что там еще? Ну, короче, извращались, как могли А, эти еще, значит, гречанки Когда уже все свои волосы пережгли Потом просто обривали своих белокурых рабынь И это носили парики Вот с того времени Все серьезно? Вот этого, кстати, не знала Хочется теперь почитать побольше про это Кончайте, девочки, кончайте со мной Вы шутите Блин, конечно, очень интересно, что получится по цвету Черника Черника? Блин Ты знаешь, на самом деле, когда я делала первый раз Я прям реально боялась, что цвет будет вот такой вот Но когда я смыла, он был вот на то, что надо Поэтому я восторгна Надеюсь, сейчас будет то же самое Ну, я тоже надеюсь Значит, что теперь делать? Придется У тебя же нет лишь клиентов Теперь нет Ну, все хорошо Там очень много волос Да, тут вообще нет Очень-очень много волос Очень много волос Мне, кстати, когда наращивали волосы Сказали, что там однажды к ним пришла девушка Нарастила очень длинные волосы А потом она пришла через неделю и сказала Уберите, пожалуйста, длину, потому что я их обысываю Аргумент Я забыла о том, что там волосы Ну, типа давно сказала, что ей не очень неудобно Она все время забывает В общем, я такая просто А, ну ладно Простя, что происходит? Это, чтобы ты не перепачкалась Мы делаем тебе футуристичную прическу Из полиэтилена Надеюсь, он бирозлагаемый Хорошо сидим Ты брюнетка? Ужасно, нет Не сключается У нас стал момент X Будем проверять цвет Ну, поехали Ладно, я вижу, что сиреневый уходит Остается серо-сиреневый И, в принципе, я уже довольна Ну, как бы, да Чистейший просто Кажалось бы, да? Пипец Ну, это тебе бытовуха Ну, мне кажется, уже давным-давно Там они по уровню поднялись В принципе, все нормальные бренды Плюс-минус Молодцы Ну, я типа не шарю, конечно, за все это Но вот конкретно эта краска мне нравится Конкретно этот цвет Да, это круто Даже я хочу Спасибо большое Ну что ж Давай, оценивый ты Я Просто я Все круто Все круто Капец Да, все супер Но мне нравится Мне тоже Он прям мощный, сочный Признаешься, ты не ожидал, что я притащу тебе краску из продуктового, да? Я не ожидал, что ты принесешь мне свою вот эту вот краску Да, я не ожидал, что ты ее принесешь Знаешь, у меня была идея, типа, запрячь тебя просто сделать мне, ну, по фотографии цвет такой же, как я сделала вот эту краску Ну, блин, ну, это тупая идея Ты точно сделаешь мне, скорее, краску-нибудь сиреневой Поэтому лучше раз принесу, то это мне надо Слушай, а на самом деле твоего видита ждал с таким немым вопросом Потому что ты мне ничего не сказала А что будет, да? Ну, типа, что будет? В общем, ребят, такие дела У меня снова длинные волосы Кто ностальгировал по длинным волосам, добро пожаловать Но я не знаю, что еще сказать, потому что я просто довольна Я рада, я чувствую себя счастливым человеком И я вообще просто Поеду счастливо домой